В 2022 году произошло очень много весьма неприятных событий, которые ударили и по мне с тобой, мой дорогой комрад. Но производители смартфонов, как если бы сговорившись, тоже решили не отставать от трендов и начали пробивать дно, одно за другим. В начале года Xiaomi выкатили свой 12 Pro, который реально всех удивил диким перегревом. Sony решили сыграть в те же ворота. Конечно, на текущий момент и Sony, и Xiaomi уже нормально, можно пользоваться обновлениями, все поправили, но все равно смартфоны пробивают дно, одно за другим. И вот сейчас у меня в руках Huawei Mate 50 Pro, и этот смартфон очередное пробитие дна. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон, со мной что-то и на Китай посмотришь, и о смартфонах узнаешь. И в первую очередь я хочу поблагодарить тебя. Да, тебя, мой дорогой комрад и подписчик, за поддержку в это трудное время. Потому что если бы не ты, если бы не твоя поддержка, я бы не купил этот смартфон. Потому что сейчас его купить очень и очень сложно. Они есть только у перекупов. Если зайти на официальный сайт и попробовать его купить, я уже, наверное, недели две каждый день заходил на сайт и пытался его там купить. Нет наличия, нет наличия, ждите две недели. Короче, я ждал две недели и потом пошел просто на улицу и решил его купить у перекупов. Там у нас есть на улице перекупы, вы наверняка знаете. В новостях показывают и айфоны на улице продают, как на рынках в 90-е. В общем, купил я его у перекупов. И пока я его покупал, на улице я такую интересную картину вижу. Тетушка решает убежать, значит, из-под локдауна. У нас так-то локдаун уже закончился, но все еще не везде. То есть есть еще части города, есть некоторые сообщества, в которых до сих пор еще карантин. Ну, в общем, эта тетушка решила сбежать. Очень интересная картина. На первый взгляд ничто не предвещало беды. И, кстати, это не полный обзор. Это мои первые впечатления. Полный обзор будет позже. Короче, сразу перехожу к делу. У меня есть только две позитивных новости. Здесь охеренный экран. Он просто реально умом помрачительный. Здесь минимальнейший уровень пульсаций. Просто я не намерил никакого шима. 10% пульсаций и еще есть сверху DC-димминг. То есть мало того, что пульсаций и так практически нет, даже на минимальных уровнях яркости. Здесь еще и DC-димминг добавили. То есть глаза не болели, а теперь они будут не болеть еще больше. Хорошо, палец вверх. Вторая новость – это качественный звук из динамиков. Единственная, конечно, претензия – это, что динамик здесь у нас на грани, а не фронтальный второй. Но как бы это сейчас у всех смартфонов так, поэтому нормально. Но звук здесь просто царский. Из динамика. А в наушниках все такая же лажа, как у предыдущих Huawei и Honor. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Во всем остальном это просто кусок говна. Я не могу иначе никак выразить свои ощущения. Запускаешь камеру – она вылетает. Запускаешь приложение – они лагают. Интерфейс подлагивает, глючит. Вы это видите? Что происходит вообще? Я не знаю, может быть мне достался какой-то предрелизный образец, но обновление вчера вечером пришло на 8 гигабайт. Я его скачал, установил. Короче, вышел я сегодня на улицу, решил поснимать для вас видеоматериал на сравнение. Начал снимать, и у меня видоискатель начал лагать. Видоискатель на флагмане за полторы тысячи долларов. Лагает. Это как вообще называется? Я не знаю, я начал снимать фото. Короче, одно фото нормально, другое нет. Я как-то путем вот проб и ошибок пришел к тому, что телеобъектив почему-то здесь темнит. Сам по себе. Я ничего не делал, я снимал в полном авторежиме. Снимаешь на ширик – нормально, на ультраширик – нормально. Переключаешься на телеобъектив, почему-то фотки темные. Короче, с детализацией все вот, я не знаю. Равки какие-то тоже непонятные. Я поковырялся в этих равках, я просто в ужасе от камер этого смартфона. То есть я его купил, потому что же здесь самый современный в мире модуль камеры, у которого есть переменная диафрагма. Так вот, друг мой, здесь, несмотря на то, что в интерфейсе есть 10 положений диафрагмы от f1.4 до f4.0, на самом деле здесь есть только 3 положения диафрагмы f1.4, f2.0 и f4. То есть, несмотря на то, что нам заявили, что здесь она как бы супер-пупер, по факту здесь у нас отличие идет от того же Xperia Pro Eye, только на один шаг. У Xperia Pro Eye можно было переключаться между f2.0 и f4, здесь f4, f2.0 и f1.4. Это, конечно, хорошо. Окей, гораздо лучше, чем f2.0 на Xperia Pro Eye. То есть ночью он, предположительно, должен снимать лучше. Но если снимать кривыми руками, то получится вот такое вот говнецо. Съемка ведется на Huawei Mate 50 Pro. Сцените, какие шумные углы. Видите вот это? Это фронталка. Вот так вот она записывает. Это просто жесть какая-то. Несмотря на то, что 4К 30 кадров в секунду записывается. Ну, да, темно на улице. Я согласен. Да, сейчас далеко не самые лучшие условия по свету. Но, блин, у меня, по-моему, Xperia XZ Premium писала не хуже пятилетней давности. Я немножко больше уже... Смотрите, какое зашумление. О, на экране включился квадратик белый. Замечательно. Я иными словами, опять же, не могу это писать. Я реально расстроен. Эти камеры меня никак не впечатляют вообще. И я даже не знаю, мне, наверное, придется его придержать, подождать еще месяцок. Потому что я не знаю, сколько Huawei будет пилить обновления, чтобы это все исправить. Но на текущий момент смартфоном в качестве вот флагмана пользоваться невозможно. Конечно, я установил YouTube в Anset и все дела. Ну, давайте уже немножко о чем-то другом, да? В конце концов, это же не только камеры. Правильно, хорошо. В смартфоне не только камеры. Почему глянцевая задняя спинка? Почему глянец? У всех производителей в 2022 году уже есть матовые задние спинки. И глянец собирает отпечатки пальцев. Вон, смотри. Красота. Блин, не могу поймать. А, вот. Это очень красиво, по мнению Huawei. Конечно, не у всех такие жирные пальцы, как у меня. Но это непростительно. Конечно, есть, есть кожаная задняя спинка в оранжевой версии. Но оранжевая версия стоит дороже еще на 1000 юаней. И ее еще сложнее достать, потому что перекупы задирают цены там кто как хочет вообще. И, конечно, я взял глянцевую заднюю спинку, потому что я боялся, что он будет перегреваться. Чтобы потом на меня не было какого-то давления. Я снял в прошлом году на Huawei P50 Pro обзор. И меня очень многие закидали говном, что им не понравился мой обзор. Ну, и как мне быть? То есть, ко мне пришел аппарат, я его потестировал. Что у меня получилось, то я и показал. Поэтому, вот, меня сейчас бомбит от этого смартфона, потому что он вот на текущий момент ведет себя просто неадекватно. Если ты смотришь этот ролик гораздо позже, я не знаю, там, в декабре 2022 года. Может быть, ты смотришь этот ролик в 2023 году. Наверняка все эти проблемы уже исправлены. Но на старте, купив этот смартфон, я столкнулся вот с таким вот барахлом. В общем-то, ладно, хорошо, окей. Крышка глянцевая, окей. Что у нас по оснащению? Дактилоскоп оптический. Нет, он, конечно, быстрый. Но тот же самый Vivo X80 Pro. У него огромный вот такой ультразвуковой сканер. Огромный. На четверть экрана. Куда хочешь, палец прикладываешь. Здесь нужно целиться в самый низ экрана. Нет, он точный, он быстрый. Окей. Но у других флагманов уже есть гораздо более крутые технологии. Окей. Разблокировка по лицу. Она, ну, ты видишь, смотри. Вот я сейчас. Сколько времени проходит? Конечно, возможно, на фоне сама разблокировка проходит быстрее. Меня, опять же, поправляли после обзора на Honor, что на самом деле Honor разблокировается быстро. Просто он анимацию показывает медленно. Возможно. Но, по крайней мере, для пользователя это выглядит как очень длительный процесс разблокировки. Вот он даже не всегда хочет разблокировать. То есть, у меня есть куча претензий к этому смартфону. Особенно, когда я за него заплатил почти полторы тысячи долларов. В общем, на этом у меня все. Я надеюсь, что, если ты хочешь увидеть полный обзор, ты подпишешься и дождешься полного обзора на этот смартфон. Я также сделаю отдельно обзор фото-возможностей, отдельно видео-возможностей. Я его сравню с айфоном. Вот уже айфон у меня лежит на полочке, ждет своего часа. У меня вот еще есть Sharp R5. Я его тоже обозрю, обозрю. Правильно? Есть такое слово? В любом случае, оставайся на связи и увидимся с тобой в следующем ролике. Пока.